алло алло здравствуйте здравствуйте слушаю вас скажите мне а галин викторовна могу слышать кто я спрашиваю галин виктор на телефон пригласите а кто это мне понять а я с кем разговариваю не давайте молодым субординацию до соблюдать никто вперед хорошо мы собираем галин виктор не по этому номеру телефон правильно правильно берете трубку секунду секунду кто такие мы неужели молодой человек вы себя так возомнили что вы себя называете во множественном числе звоню вам департамент изыскания банк восточный экспресс к вами как обращаться меня зовут дмитрий евгеньевич я старший брат того человека кого вы хотите у сметри евгеньевич да да то есть галин викторная ваша сестра я правильно понимаю да я старший брат она моя младшая сестра понял вас внутри евгеньев скажите а что вот у вашей сестры то случилось дело в том что не задолженность перед нашим банковыми вот на машину отлично я-то как раз и прилетел до 4000 километров чтобы не помочь разобраться всех этих перипетиях финансовых она человек юридически не подкован не компетентен а я по роду своей деятельности достаточно большое время занимаюсь с пруденцией и хотелось быть действительно выяснить том числе восточным экспрессом и разобраться вы правильно сделали что позвонили попали на меня очень хорошо я слушаю ваши претензии какие у нас нет претензий дело в том то что ваши сестры смотрите на сегодняшний день по кредиту единый топ 2 0 плюс жизнь иметь задолженность сумма составляет с учетом очередного ежемесячного взнос который у нее по графику приближается 20 тысяч 600 рублей вот эту сумму и необходимо оплатить сегодня завтра у нее контрольная дата для внесения платежа вот скажите вы вот сестре своей можете помочь самостоятельно я уже помогаю и слава богу что вы позвонили и со мной еще раз повторю общаетесь но понимаете мы будем помогать немного не в привычном для банка формате то есть мы будем позиционировать себя как граждане российской федерации она как гражданка российской федерации чью честь и достоинство то самое государство должно приоритеты ставить после амбиции юридической организации кредитного учреждения ваш на нашем с вами случае банка сейчас у нее денег не хватает и она точнее у нее тема связано это уже дело второе если вы наберетесь терпения вам обязательно об этом сообщу сейчас мы основные позиции подчеркиваем если вы не против и конечно же я отвечу на все ваши вопросы коль мы вступили в диалог конструктивный одна просьба не говорите со мной в параллели будет все отлично мы друг друга будем по очереди выслушивать и совершенно хорошо пообщаемся я уверен так вот у нее сейчас нет денег на удовлетворение амбиции коммерческой структуры в частности банка она в первую очередь тратит средства которые у нее есть на себя на свою жизнь на свой быт на что имеет полное приоритетное право основании того что она гражданин российской федерации но и в честь и достоинство в том числе являются приоритетными для нашей страны это закон ни один договор не может стоять выше закона в том числе и кредитный долговой тюрьмы у нас в стране нет уголовной ответственности за невыполнение договорных дмитрий евгеньевич о муж договорились не перебивала друга я уже почти закончил вам осталось там вот немножечко тем говорить да отлично спасибо вот и в этой связи мы сейчас хотим чтобы вы это поняли и в какой-то степени тоже действовали по закону если банк что-то не устраивает банк естественно пострадавшая сторона в нашем с вами случае банк должен все решать законом том самом формате а именно подавать в суд соблюдая весь регламент положенные уставление окончательного требования на бумаге по адресу регистрации по тому самому адресу который она оставила вам когда вы собственно заключали с ней договор соответственно мы все свои предложения описали отправили в банк не забывайте уважаемые господа банкиры что одно из писем это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации этим лицам то есть передавать куда-либо мы запретили на основании двести тридцатого федерального закона вот так никто никуда данные отлично не 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 так я же не утверждаю я надеюсь что банк это цивилизованная структура и совершенно вменяемые сотрудники там работают в вашем лице в чем я в принципе убеждаюсь действительно вы хороший человек и слушаете меня совершенно корректно вот если вас что-то не устраивает точнее юридический отдел банка я предлагаю решать все цивилизованным путем то есть через суд вот на этом я закончил и готов выслушать дмитрий евгеньевич ничего страшного да вот скажите у сестры у вашей с чем финансовые трудности связаны они предпринимательством я вижу занимаются я правильно вас понимаю в нашей стране гораздо сложнее им не заниматься гораздо легче им не заниматься чем заниматься наверняка для вас это не секрет вот я бы не сказал так но у всех же разные ситуации жизненные вы мне напомните просто сейчас под рукой бумаг нет она в каком году мне не нужно точное число в каком году она договор заключила с банком в июне шестнадцатого года был заключен да вы понимаете в июне шестнадцатого года с тех времен ну вы наверняка новости смотрите очень все изменилось сильно в том числе и цены на продукты более того заключала она этот договор на предмет перекредитоваться то есть у нее на тот момент уже были кредитные обязательства по большому счету те деньги которые она получила она воспользовалась ситуацией неверно я считаю воспользовалась что она до последнего мне ничего не рассказывала я уже чисто случайно от посторонних лиц узнал что у него такая катастрофическая ситуация всяком случае она так считает но на мой взгляд никакой катастрофы нет намного проще чем кажется я уже ее переубедил единственное попросил ее не вступать в диалог с банкирами но она доверенность мне написала и все остальное и как бы закона действия петри евгеньевич нет у нее денег и она прогорела там и так далее знаете стандартные такие бытовые моменты и сейчас вы вынуждена работать по найму дмитрий евгеньевич скажите а вот своей страны стресс вы изможете помочь настоятельно за нее оплату произвести нет вы меня видимо наверное вы все таки не слушаю слушая меня делали вид что вы слушаете просто ждали когда я закончу мне это неприятно еще раз говорю я как юрист вам заявляю что такой способ ну не не для юристов если хотите вот такой каламбур да причем здесь юридическая страна дмитрий я помогу и обязательно человек будет да нет это это уже мне выбирать как вы понимаете как помогать я буду понимаете вот если вы видите что горит дом да и стоит пожарная команда вы им не будете подсказывать как его тушить да они сами знают так и я знаю как затушить этот пожар самым выгодным способом вот ну я рад за вас что вы знаете дмитрий евгеньевич вы в курсе что у вас вот непосредственно у вашей сестры банк то что если от нее вот денежные средства вот эти не поступают вот в контрольную дату внесения платежа то есть это восьмое марта то банк начисляет двойные штрафы начисление двойных штрафов штрафных санкций извините меня начинает по двойному тарифу происходить зачем лишние деньги банку переплачивать знаете я вам скажу один такой мой девиз какая разница сколько не платить это раз во вторых молодой человек я понимаю вы не юрист были бы вы юристы вы бы наверное не эксплуатировали запрещенные термины начислять вы можете штрафы можете начислять но оплачивать их принудить может только судья человека в любом случае да кто сказал что с ней судиться кто-то будет а тогда знаете когда нет официальной претензии то ее нет никакой то есть если банк не выставляет официальную претензию тем самым он признает что человек никому ничего ему не должен простите вот ну как то нет просто есть такая ситуация когда передается право кредитору к электроскому агенту а мы же с вами помните чего они закрывают долг непосредственно дмитрий евгеньевич я помню с чего мы начали разговор давайте еще раз помним отзыв согласия на обработку персональных данных и передачи этой информации третьим лицам для передачи прав кредитора согласия должника на это не требуется на основании чего дорогой мой на основании закона какой статьи будьте любезны 393 открывать смотреть дмитрий евгеньевич для передачи прав кредитора согласия должника для этого не требуется соответственно за вашу сестру коллекторская агентство и закрывает кредитный договор травлю и и прострочную должность есть и приобретать права кредитора видите давайте сейчас закроем глаза и чисто в гипотезе предположим что вы правы и вы придумали но это воплотилась жизнь то есть вы права президента на себя взяли наложили вето на 230 федеральный закон который регламентирует отношения между заемщиками кредитными организациями и все таки можно можно ладно хорошо пускай так и значит что значит коллектором передали коллекторы купили значит мы это обозначаем так что коллекторы дебилы но это не секрет коллекторы действительно дебилы все и но не до такой степени чтобы они выкупали у вас долг но если вы найдете коллектора дебила прям дебила дебила и купить и он у вас этот долг купит то я с удовольствием поздравлю вас для меня абсолютно ничего не изменится в работе в сопровождении юридическом моей сестры дело в том что какая разница сколько не платить и кому не платить добавим да в любом случае обидно у вас старая вообще собирается выходить из этой ситуации конечно виктор я продолжать свой долг я прилетел до 4 звони на трубки не берет непосредственно дело в том что она не знает о чем с вами говорить но потому что вот вы начнете говорить то что сейчас не говорите внести синею а что они понимают что от нее банк требует она понимает она не понимает как эти условия выполнять а я ей объясняю что это никакие не условия то амбиции коммерческой структуры коммерческого учреждения который ты не обязана выполнять дорогая моя так я и говорю или называю нюся нюся ты не банк звонит для того чтобы допустим поговорить вот да хорошо она не может платить с учетом очередного же месячного взноса банка и может разрешить платить сумму непосредственно ее на сегодняшний день вот просроченный задолжить закрыть 10 с половиной тысяч рублей она составляет очередной же месячный взнос уже получать на графику внести 10 с половиной тысяч это половина ее зарплаты вот у меня хорошая зарплата ну допустим давайте в декорации что у вас хорошая зарплата да нет я сейчас просто не я не в формате похвастаться я просто вам говорю вот вы говорите 10 с половиной тысячи, это ее половина зарплаты. Есть люди, у кого зарплата миллион. С тем же успехом, пропорцию соблюдать, да, то вы можете сказать, да всего-то надо 550 тысяч оплатить. Это значительные деньги. Как для человека успешного... Причем здесь 550 тысяч рублей, Дмитрий Евгеньевич? Я говорю по поводу... Делок идет по поводу задолженности вашей сестры. 10,5 тысяч для нее, это все равно, что для другого любого человека, допустим, более состоятельной... Да причем здесь другой человек, причем здесь другие люди вообще, и Дмитрий Евгеньевич? Ну вы все так хорошо начинаете, сейчас начинаете терять терпение, и это ни к чему не приведет. Дмитрий Евгеньевич, да никто не теряет терпение. Я вам просто объясняю, что суть... Причем здесь вообще другие люди, и не нужно их в пример вообще здесь приводить. Хорошо, я буду... Ну значит у вас более, знаете, воображение хорошее. Итак, 10,5 тысяч для нее это значительная сумма. Значительная сумма. Ну хорошо, что для нее это значительная сумма, а когда она будет еще больше, для нее это не будет значительная? Напоминаю, какая разница, сколько для вас. Для чего вгонять себя в долговую яму? Я в курсе то, что сейчас поправку и в кредитную историю банк обеспечен, если от нее денежные средства не поступают, и соответственно поправку в кредитную историю передает в банк, и в бюро кредитных историй. И потом не она, не ее родственники больше кредитов брать и съем. Не-не-не, я же вам напомнил, что я юрист с большим стажем. Не надо говорить про... Да хорошо, что вы юридическое лицо с большим стажем, Дмитрий Евгеньевич. Я юридическое лицо, я юрист. Разные вещи. Я рад за вас, что вы юрист. А вы уже об этом говорили, и у меня такое ощущение, что вы не совсем здоровы, коль вы за всех радуетесь. Итак, молодой человек, не надо обманывать про ее родственник. Что не нужно обманывать? Она, да. Я хотел вас попросить в конце разговора, пожалуйста, внесите ее вот с этими вашими поправками в Бюро кредитных историй, чтобы она больше никогда... Она... Это ее просьба, на самом деле. Пожалуйста, пускай мне не крит, когда ничего больше не дает. Так она пускай мне начало свои долги отзакроет, для того, чтобы еще о других кредитах это думать, Дмитрий Евгеньевич. Нет, так вы... Ей нужно начало со своими долгами рассчитаться. Да что же вы меня невнимательно слушаете? Наоборот, говорю, она просит, чтобы ее внесли в это Бюро кредитных историй как неблагонадежного человека, чтобы ей больше нигде никогда ничего не давали. Не, не, не давали. Слышите? Вот что она просит. Да. А для чего... Ну, хорошо, это ей будет обеспечено. Все, за это заранее спасибо, но я хотел об этом. Факт в том, что задолженность погашена не будет, понимаете, которая у нее на сегодняшний день имеется. Это факт. Это факт. И нужно принимать, чтобы для решения этого вопроса. Вот я вам и объясняю, то, что если вы вот говорите, что у вас хороший заработок, помогите средства и оплатите. Какой вы странный. А зачем? Ну, я простыми словами. Давайте выключим. Помоги за мошьей сестре. Это же она не чужой человек, правильно? Нет, не чужой. А что будет, если она не заплатит? Не заплатит. Я вам объясняю. В перспективе банк вставлять сумму на полное досрочное гашение. Так, мы к этому стремимся. Или также передается право кредитору к электроскому агентству, и она будет непосредственно уже с людьми группой общаться. После этого события я вам тоже объяснил. Меня это не беспокоит совершенно. Мне без разницы. Так, это вас не должно беспокоить. Это вашу сестру должна беспокоить. Я ее представитель. Да что вы представитель ее? Ну, я рад за вас, что вы ее представите. Ну, я в суде сделал бы так, что никто не сможет ей предъявлять решение. Что в суде, Дмитрий Евгеньевич? Кто вам сказал, что кто-то с вами судится будет, Дмитрий Евгеньевич? А тогда смысл этого разговора? К тому же вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, что проигравший страна платит банку судебные сдержки. А какие судебные сдержки у вас будут? Какие судебные сдержки у вас? У меня будут судебные сдержки в любом случае. Не-не-не-не. А кто понесет судебные сдержки и какие? Судебные сдержки? Ну, вот когда вам счет выставит, Дмитрий Евгеньевич. Давайте я вам расскажу, какие расходы понесет банк, если будет, как вы сказали, то будет, то не будет, но, допустим, будет подавать исковое заявление в суд. Итак, почтовые расходы, так как он отправит, наверное, письмо заказным форматом через почту России, это 50 рублей, 60. Блин, все. Все. Все? Я рад, что вы считаете, что это судебные сдержки. А больше нету, вы поверьте, я в процессы ходил в своей жизни, наверное, несколько сотен раз. Ну, хорошо, что вы в процессы-то ходили. Судебные процессы. Хорошо, что вы... Ну, зачем вы говорите, я вам напоминаю, вы с юристом сейчас общаетесь, но не надо нести околесицу. Ну, я рад за вас, что вы с юристом общались. Радость, что у вас беспричинная у вас все время. Да, что беспричинная, а вы знаете, что у вас вообще новый работодатель в курсе, то, что в вашей стороне задолженности находится. Если данные будут ему сообщены, я не думаю, что он такой там ценный сотрудник, что ее с долгами будут на работе держать, понимаете? Молодой человек, вы в своем уме. Я начинаю подозревать, что я ошибся, утверждая, что вы вменяемый человек. Мне кажется, вы какой-то... Нет. Вы неспособный... Да нет, просто это вы. Знаете, как аквариумная рыбка. У нее памяти хватает на один круг. Диалог, Дмитрий Евгеньевич. Да нет, это вам просто он непонятен, потому что я говорю... Нет, это вам просто непонятно, Дмитрий Евгеньевич. Что мне непонятно? Я вам сдаю конкретный вопрос, чем мы это должны. Что ваша должница, и она должна нам денег. Вот еще раз напомню, молодой человек, что вам нужно ей помочь. Должником человека, гражданина, может признать только суд. И если вы называете... Да я рад за вас. О, Господи, какой вы это там... А все хорошо, вы в Кавке ходите вообще, нет? У меня все хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Вам кирпич на голову не падал? Да я вот чувствую, что у вас очень все хорошо. Не падал. Дмитрий Евгеньевич, у нас такие юристы, как вы, полы моют, знаете? Кого это у вас? Потому что они все знают и считают то, что для передачи... Да пускай не моют. Пускай моют полы. Это согласие должника. У меня такое ощущение, что у вас действительно штат юристов, которым действительно стоит только мыть полы. Дмитрий Евгеньевич, если вы решаете юридические вопросы... Какие вопросы, знающие непосредственно все. Слушай, утверждать, что вы знаете, так помогите своей сестре долг закрыть. Больше в чем дело, Дмитрий Евгеньевич. Слушай, чуваки, я вынужден переходить на «ты», потому что я чувствую, что я разбариваюсь с дебилом. Слушай, ты... Ну, я рад за вас, что вы чувствуете. Тыкать будете своей сестре, Дмитрий Евгеньевич. Не говорите со мной в параллель. Давайте вести конструктивный диалог. Подготовьтесь к конструктивному диалогу. Типа того, да? Сестре там и все такое. Говорите на меня, переводите на себя, да? Так сестре, Дмитрий Евгеньевич, так сестре своей помогите. Вот в чем суть. Оплатите ей, помогите. Не нужно здесь что-то рассказывать сотрудникам банка. Лучше с сестре своей это расскажите. Хорошо, хорошо. Давай, клади трубку, я очищаю, я расскажу. Я у себя на канале выложу этот ролик. Да ты отображаешь вообще, где путня, а где не путня. 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 Это что за термин? Путня. Есть такой термин? Что это вообще? Что сказали, Дмитрий Евгеньевич? Да я вообще хочу... Слушай, знаешь, что будет? Я вот этот ролик на канале выложу. Канал Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Да я рад за вас. Да я рад за вас, Дмитрий Евгеньевич, что вы ролик на канал выложите. Я просто тебе предлагаю посмотреть его, чтобы ты еще больше обрадовался. Ну, я рад за вас. Посмотреть. Смотрите, Дмитрий Евгеньевич, смотрите. Да нечего смотреть, слушать надо, понимаешь? Смотреть-то нечего. Конечно, я бы рад на тебя посмотреть, что за чудо со мной разговаривает. Я тебе просто скажу, где искать. Вы должны на сестру Посмотрите, Дмитрий Евгеньевич Канал Дмитрия Кузнецова Компания Алям Радостный ты какой, вы действительно радостный Беспричинно Ну не кирпича, сосулька тебе на башку не падала Так у меня нет причин У меня долгов нет В отличие от сестры, от вашей Понимаете? У меня все хорошо в жизни В отличие от вашей сестры У которой долг есть перед банком И она является должником в банке Восточный Экспресс Если вы не можете Оплату за нее произвести На контроль ситуацию возьмите, чтобы она самостоятельно Оплату внесла, как вы утверждаете Она работает, значит зарплата у нее есть Пусть идет и оплату Производит, 10,5 тысяч рублей Если от нее платеж не поступает Соответственно, 9 марта Случительно, то Друзья, я надеюсь, вы насмеялись вдоволь Здесь комментировать ничего не буду Все так понятно Ну, сестра... Ясность полная была Сестра это не сестра, само собой Это клиент Это явный, знаете, пример Сработала переадресация Я взял труп Ну, конечно же, так долго разговоры с нашим колл-центром не длятся Но вот Бывает, вот так звезды сходятся И вот такой персонаж Я, конечно же, не лишаю себя удовольствия Побеседовать С таким вот типом коллекторов-сыскателей Ну, Восточный Экспресс Он, в принципе, славится своей невменяемостью Так или иначе Если вам ролик понравился И в этом не приходится сомневаться Ставьте, пожалуйста, лайк Подписывайтесь на наш канал Кто на этом канале недавно еще не подписался Очень важный репост в соцсетях Чтобы как можно больше людей Узнали о существовании нашего канала И совершенно бесплатно могли Скажем так, ну, подготовиться И начать понимать, что на самом деле происходит В их жизни с банками Ну, а те, кто хочет узнать подробно Как устроена работа нашей организации Компании Алиам В деле помощи людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию С банками и микрофинансовыми организациями В описании этого ролика Есть ссылочка на сайт На сайте выложена Выложена видеопрезентация Алгоритм работы кредитных юристов компании Алиам Пожалуйста, посмотрите И вам все станет ясно Если вы хотите стать клиентом нашей компании Вы получите всю необходимую информацию Посмотрев это видео Посмотрели видео Сделали все по инструкции С вами свяжутся наши специалисты Также ссылочка на группу ВКонтакте есть Вступайте в группу Там все ролики дублируются Все абсолютно На связи был Кузнецов Дмитрий Я желаю вам счастья, здоровья Финансового благополучия Вам и вашим близким До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok